Ермак, так зовут шестимесячного тигренка, чувствует себя хорошо. На время карантина у него отдельные апартаменты, утепленная клетка. Посетители смогут увидеть новосела, скорее всего, в январе, после полной адаптации. Нужно сказать, что процесс адаптации, конечно, если бы он сидел отдельно от взрослых тигров, проходило бы легче. Но так как у нас мы стеснены в достаточном количестве вольеров, свободных вольеров у нас не так уже много, вернее сказать, вообще нет. Поэтому пришлось его поселить рядом со взрослыми тиграми. Рядом это как? Через перегородку? Через перегородку, через стенку, конечно. В музее не скрывают, места для хищников недостаточно. В то время, когда современные зоопарки переходят на ландшафтные вольеры, тиграм и медведям этнографического приходится ютиться в тесных клетках. Волки, они прям бегают по клеткам, явно не хватает места. Ну, я тоже так подумал, может быть им холодно. Еще и спросила, я говорю, они вообще это, переносят холодно? Помимо стесненных условий, музей решает другой вопрос, не менее важный – пропитание. Корм обходится в кругленькую сумму, особенно для полосатых хищников, рацион которых состоит только из мяса. Считаем по минимуму. Год музею необходимо около трех миллионов, а выделяется только половина. Хорошо, что есть спонсоры. Сейчас под опекой находится 10 животных. Но есть ли смысл набирать новых? Любое решение о приобретении или отчуждении животного, оно принимается с учетом вот таких вещей, о которых, может быть, многие даже не догадываются. То есть, ну вот, например, по тиграм. Почему именно тигренок? Мы заботимся о том, чтобы коллекция, которая имеется сегодня в этнографическом музее, она имела и продолжение. Но сегодняшние вот два животных, которые содержатся в музее, они уже достигают предельного возраста. В следующем году дирекция планирует построить два больших вольера для хищников. Это входит в программу развития музея. Возможно, тигры и медведи все-таки отпразднуют новоселье, хотя основной бюджет остался прежним. По факту 2018 года потребность была миллион семьсот. И на 2019 год вот эта потребность сохранилась. Но сейчас есть вопрос в том, что приобрели дополнительно новых животных, тигр и ряд других. Поэтому мы сейчас будем смотреть нормативы содержания по этим животным. Если будет необходимость увеличения, будем подавать заявку на уточнение бюджета. Живой уголок в этнографическом музее появился в середине 70-х. Не секрет, что именно он притягивает сюда посетителей. Семьи с детьми, школьные группы, влюбленные парочки. Все потому, что именно здесь живую можно увидеть волков, лисиц, тигров, медведей и птиц. Так что этнографический музей без живого уголка уже невозможно представить. Все дети, все стремятся именно в первую очередь сюда. Я вот первый раз это все вижу. Поэтому мне как-то интересно. Наверное, должно быть. Но какие-то более приближенные к дикой природе, наверное, должны быть условия. Создадут ли достойные условия для животных – вопрос открытый. Пока же шестимесячный Ермак привыкает к тому, что есть. Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ.